Сколько зарабатывают курьеры, которые доставляют еду? В Казахстане я читал, что можно зарабатывать до миллиона в месяц. Это около 2000 долларов. В России заработок может доходить до 350-400 тысяч рублей за месяц. В Америке ребята говорят, что можно поднимать 250-300 баксов за одну смену, то есть за один день. Сегодня, сегодня я решил выехать в Брюссель, зарегистрироваться на Uber и покататься один день, чтобы рассказать вам, сколько можно заработать, доставляя еду здесь, в Брюсселе, в Бельгии, в 2023 году. Такое вот у нас сегодня необычное начало, прямо на велосипеде. А я напоминаю, друзья, меня зовут Адылан Варов, мне 26 лет, я родом из Казахстана, город Алматы, и я живу в Брюсселе уже 4 года. Приятного просмотра! Первым делом я поехал к своему другу, у которого я одолжил термосумку, без которой начать работать через Uber, к сожалению, невозможно. Кстати, а что там заказывали? Ну что, первый заказ, доставка пиццы. Я приехал в пиццерию, это у меня заняло около 4 минут. Пицца еще не готова, сижу, жду, и до клиента карты показывают около 20 минут. Ну что, первая попытка, попробуем заработать денег. Посмотрим, может будут хорошие чаевые. Принесли пиццу, теперь ее надо запаковать в эту сумку. Сейчас попробую запаковать и поедем. Доставил первую доставку. Рано утром 8 пицц. Думаю, кому такое могло понадобиться? Молодые ребята, судя по всему, веселились, тусовали вчера всю ночь и сегодня проголодались с утра пораньше. Ничего, спасли молодых ребят, едем дальше. Первые деньги мы уже, друзья, заработали. Вперед! К сожалению, опыта работы у меня немного, но обычно большинство курьеров ждут свои заказы возле фастфудов. Поэтому давайте последуем их примеру, поедем к какому-нибудь фастфуду и подождем следующую заявку на доставку еды. Очередная доставка я принял. Небольшая коробочка. По картам ехать было недалеко, но почему-то время было 25 минут. Я вначале, я сейчас на не очень понял, но сейчас приехал и здесь огромный подъем, друзья. Надо подниматься, подниматься вверх. Ну что, поработаем. Тяжелая доставка попалась, но тем не менее, надо ехать вперед. Ну что, подъем позади, полет нормальный. Ну, если честно, на обычном велосипеде, тем более без скоростей, это очень сложно с сумкой. Едем вперед, очередные 5 евро нас ждут. Надеюсь, надеюсь, ночевые, друзья. Очередная локация, друзья, привез небольшую коробочку. Вот дом, сейчас будем звонить клиенту. Ехал по городу и здесь возле парка установили питьевые фонтанчики, где можно попить питьевой воду. Пить я не рискну, если честно, но лицо умыть и освежиться, в принципе, можно. Классно, едем дальше, друзья. Привез очередной заказ. Клиент написал, что выйдет через пару минут здесь какой-то бассейн, спортивный центр. Точно, если честно, не знаю. Пока ждем, решил рассказать вам историю, которую, в принципе, слышал каждый в этой жизни. На самом деле, доставка еды – это моя не основная работа. Да, если честно, я работаю в стартапе здесь, в Брюсселе, по профессии инженер-эколог в области качества воздуха. Кстати, выпуск про мою настоящую работу тоже есть на YouTube-канале. Здесь будет ссылка в описании. Посмотрите, пожалуйста, потому что у этого выпуска неоправданно мало просмотров. Спасибо, друзья. Сейчас едем доставлять очередную посылку. Самое главное, что мне повезло с погодой. В Брюсселе последние три недели шел дождь. Сегодня распогодилась погода просто конфетка. Ни капельки дождя, ни тучки на небе. Прям идеально солнышко. Причем жарко, да, жарко, но не очень жарко. Прям реально идеальная погода. И мне реально повезло, друзья. Поехали вперед, посмотрим на Брюсселе. Так как я с Казахстана, каждый раз, когда я проезжаю мимо этой булочной, я думаю, что это у нас Шанырак. Братья-казахи, напишите в комментариях, похожи или я просто соскучился по дому. Первые три доставки позади. Заработал я уже 20 евро. Понятное дело, там будет какая-то комиссия самого Убера. Ну, посмотрим, посмотрим в конце дня, что мы в итоге заработаем. Но пока, если честно, очень-очень слабо. Хочется большего, друзья. Тем более, на обычном велосипеде, не электрическом, ехать в гору очень-очень сложно. Жарко, очень жарко, друзья. Если честно, ездить с огромной сумкой на плечах, не самое приятное занятие. Но, тем не менее, 3 часа дня, 5 заказов я уже доставил. Немного заработали. Но, если честно, это очень мало. Чаевых вообще никаких нет. Сейчас уже 20 минут катаюсь по городу. Вообще ничего, тишина. Обычно все рекомендуют ехать в сторону Макдональдса и ждать возле Макдональдса. Давайте поедем туда и посмотрим, может быть, что-то по дороге у нас и появится. Вперед! Честно, с заказами немного туго. Конкуренция большая. Посмотрите, вот эти все велосипеды, которые припаркованы за мной, это все водители уберутся на велосипедах. Я с ними конкурирую. Жду заказа. Параллельно купил Макфури. Жара. Пока что-то не очень, друзья. Но, надеюсь, к вечеру, к вечеру мы заработаем денежку. Итак, что же нужно иметь для того, чтобы начать работать через Uber Eats, доставлять еду по городу Брюссель в Бельгии в 2023 году? Ну, во-первых, ваше транспортное средство, в моем случае, это велосипед. Про велосипед мы поговорим немного попозже. Это вообще другая история. В пару с велосипедом обязательно нужно взять шлем. Без шлема в Брюсселе вообще никуда. И, если честно, из моего опыта, автомобили, трамваи и автобусы – это не то, чего стоит бояться. Самые главные враги и самые главные участники дорожного движения, от которых исходит вся опасность – это такие же велосипедисты и самокатисты. Вот их бояться точно стоит. Пару недель назад я упал на велосипеде, поцарапал себе всю правую сторону, и там меня подрезал самокатист на красный свет. Не надо так, самокатисты, ведите себя, как люди. Ну и, конечно же, сумка. Без сумки тоже никуда, нужна термосумка, причем неважно. Я работаю через Uber Eats сегодня, а сумка у меня вот от Deliver. Это конкурент Uber. Появила свободная минутка, решил рассказать про свой велосипед. Во-первых, мой велосипед, он очень легкий. Вообще, в сборке, по-моему, 7 килограмм, не больше. Второе, видите, здесь у меня ремни на каждой педали. Почему это сделано? Ну, потому что велосипед с фиксированной передачей. Что это значит? Это значит, что вы можете крутить педали как вперед, так и назад. Что, в принципе, очень круто. Но, с другой стороны, крутить педали вам нужно постоянно. Видите, когда колесо крутится, педали крутятся параллельно. Что это значит? Это значит, что каждый раз, когда я куда-то еду, мне постоянно приходится педалить. Иначе велосипед меня просто выплюнет вперед. Плюс, это позволяет тормозить. По сути, крутя педаль назад и начиная движение назад, вы затормаживаете, когда едете вперед. Такой вот велосипед. Очень крутой. Мне очень нравится. Покупал я его новым. Три года назад. За 650 евро. Все устраивает. Пару раз упал. Есть пару царапин. Но, тем не менее, он как новый. Реально крутой аппарат. Ехал по городу. Думаю, что бы интересное показать. И вот пример. Здесь вот две машины. Это машины прачечные на ходу, которые стирают одежду для бездомных и малоимущих. Приносите свою одежду, оставляете. Через 2 часа она уже постирана и высушена. Вот так и живем, друзья, в Бельгии. Время 5 часов. На данный момент заработать почти ничего не удалось. Но, тем не менее, вечер близок. Рабочий день позади. Сейчас все вернутся домой и пойдут заказы. Я приехал в очень оживленное место. Здесь у нас и Макдоналдс, и KFC, Белл Чикен, Отакос. В общем, весь фастфуд. Сейчас, я думаю, заказы пойдут. Тем не менее, здесь вокруг меня уже где-то 10-15 доставщиков. Таких же, как и я, с такими же сумками. Если я сейчас ничего не заработаю, то весь день пойдет просто коту под хвост. Подождем, друзья. Пик активности впереди. Еще есть все шансы заработать и ускориться. Только записал предыдущий отрезок. И вот у меня уже упал заказ ехать 16 минут 4,3 километра. Вперед, вперед, друзья. Как я уже сказал, удача на нашей стороне. Ну что, очередная доставка. Пицца. Приехал вроде по адресу. Сейчас наберу и подождем клиента. Здравствуйте. 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 Пока-пока. Все. На сегодня точно все. 9 доставок, 52 километра и 59 евро чистого заработка упадет мне в карман. Получается, по сути, 1 евро за километр. Честно говоря, наверное, можно найти работу полегче и более выгодную. Как-то так, друзья. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. И благодаря вам мой канал растет вперед. Всем спасибо и до скорых встреч.